Доброго попасться, господа, с вами снова я, Шуц, продолжаем катать здесь из Палис. Вторник. Вторник, еще сложнее понедельника, 30-30 часов. Без смысла покинуть город, Фрибург, Машпорица, киностудия, 80-30, не поддерживаются, то есть у него кукурузный... Вот уж, кукурузный монумент. Чем, чем не угодил этот милый кукурузный бронзовый монумент? Вот стоит, никому не мешает. Нет, надо снести. Что-то мне напоминает вот это вот решение правительства сносить памятник. Моя любительская группа играет на благотворительном концерте для больных детей. Кук, блядь, ты будешь работать, Коти. Мои котики наелись по рассрочной сметану, у них всю ночь был понос. Ему же лучше, но я хотел обрестись вместе с ним уже выходной. Нет, Коти, нельзя. Вот это вот мне очень нравится. Ребята, вы будете пахать. Вы будете пахать, причем будете пахать по-жесткому. Смена Б. Так, что у меня по смене А? Я не помню, но вроде как тут дохуя офицеров, и можно было бы и куку вообще от гул дать. Но сегодня будем... Ни одно дело не пропустим. Зеленых мне. Зелененьких, да-да-да. Вот, я не знаю, мне нравится пластинка. Мне нравятся зелененькие, мне нравится пианино там. Пока больше ничего особенного. 7 часов утра. Доброго, заместитель. Так, сразу. Франчис Бердж сдал экзамены. Заработал. Я так, я думал, Бердж, кстати, зафейлет. Грант с блеском сдала. Отличная работа Грант. Полицейская академия. Гист тоже замечательно сдал. Боже мой, Мэрия. Улучшение спецназа. В деле вы можете улучшить все спецназа. Спасибо большое. Эффективность. Работать два раза в день. Мощь. Давай-ка помощнее, пусть будут. Результат запроса. Мэрия. Детектива слот тоже есть. Прекрасно. Слушай, мэр меня уважает. Что, возьмем вот этого 150. Слабенького, конечно. Ну, что, профессион. Фредерик, вообще жесть. Мужеподобная баба 100. И Роберта тоже было бы неплохо взять. Но вместо кого, я не знаю. Блин. Я не хочу пока его нанимать. Потом тяжело водить. Важно взять 50% нефтоматистской кружи. Все отдать 50% починенному. Полицейский участок. Ну, биржа труда. Можем взять одного детектива. Но я пока... Я бы подождал, наверное. Или ладно, что... В какую смену? Хочу посмотреть смены. Смена А, смена Б. Какие детективы у меня послабее? Мозер. 340 имеет. Ебаный в рот. Я что-то и забыл, что ты у меня такой жесткий. С каких пор? Ну, Кармстронгу. Смена Б тогда. Вот он. 150 еще слабочок. Смена Б. Туда. По расследованиям, что мы имеем? Кстати, мне там сказали побег с места аварий. Детективы. Подключаем туда Тара Мозера. Как Глазго? Тебя зовут Глазго? Секунду. Глазго, господи. Тебя зовут как штат или город. Банды. Понятно, архив. Понятно. Я хочу по расследованиям прогуляться немножко. И посмотреть некоторые детали. Говорят, что машина все-таки была красная. Темный автомобиль выскочил. Понятно. Затем перернулся на дорогу. Выгнал из Долгодворья, которые начали драковать с постояльцами. Жесть. Мисс Калиновский сказал, что он проработал на работе. Два молодых в машине двух человек. Минутная машина была ворота. Рядом с водителем, да? Сидящим. Рядом с водителем. Да, этот кадр тогда точно был. Или этот кадр точно был. Так. Это что? А, он выехал. Как там выехал на бордюр? А затем вернулся на дорогу. Два пацана сели в тачку. Выехали на бордюр. Сбили парня и уехали. Спасибо человеку, который... Да и в принципе вам, комментаторы, что сказали мне, что машина идеально была красная. Уильям Холден за всегда до местных баров. Неоднократно с полицией за управление транспортным средством. Мне даже заметили, кстати, Йосель-то качается. Вовнутри ночь. Ну ночь же, да? Так, что у нас? Новое дело. Побег с места аварии. Его надо задержать. Но она сейчас вроде как не может, да? И она только завтра смотрит. Ладно, без поддержки. А тут у нас что случилось? Побег с места аварии. Почему у нас два их? Побег с места аварии. Жилой квартал. Или побег с места аварии. Бар Кевина. Излюбленное место у Уильяма для попоек. Или последнее место проживания Уильяма. Но данному уже более трех лет. Надо по-любому будет отправлять тогда в другое место. Сэнду нужна помощь. Охранники должны были забрать со школы детей нашего юриста. Но оказалось, что за минуту до этого нас перехватили люди, похожие на панков. Варги. Мы не знаем, типа, туда-сюда. Мы не знаем, как варганшел этих детей. Они учатся под фальшивой фамилией. Но действовать... Действовать в любом случае нужно быстро. Они не могут идти далеко. Ну, сто вал тогда. Сто вал, берись с собой. Осана, езжайте. Вы справитесь вдвоем, это точно. Судя, у меня очень много офицеров. Я не думаю, что мы что-то пропустим. Мне и когда их мало хватает. Но сейчас у меня прям капец. Начальная школа Фрибурга. Две ученицы старшего класса устроили драку прямо на уроке химии. Щучительница Долорес. Пондер, вызвавшая полицию, сначала пыталась успокоить, а затем пыталась разнимать. И получила в глаз. Ну, пускай тогда Горшков. Горшков бери тогда, Остин, и езжайте. Не думаю, что это должно быть слишком сложно. По поводу... Мэри. Я могу себе через 4 дня запрос? Ну и хорошо. Сэнды. Ничего нового не... Угроза прокурорского комитета накануне допроса. Можно за 35 заказать полицейские. Ну, тут все в порядке, типа, я не знаю. Все у меня хорошо. В заместителе можно отправить кого-то на переподготовку или на барбекю, но я не очень-то хочу. Уставших можно. Можно от собаки, кстати, отправить потом. Что у нас тут? Кража. Музей эмоций изобразительного искусства. Ночью из музея исчезла неизвестная картина голландского мастера Деврума, недавно выставленная для обозрения разбитых на музее. Внутри на полу валяется кирпич. Йосель, Молл, Армстронг. Будьте добры опросить там всех. И давайте мы сразу с вами... А, нельзя пока. Ну ладно, опросите, потом узнаем, что кого. А, музыку. Почему музыка? Сейчас, сейчас разберемся там. Никуда не убегайте. Пианино, это же оно. Нет, это другое что-то. Ну, не важно. Слушаем, слушаем. Прекрасно. Просто прекрасно. 32. Продажа наркотиков. Мисс Дунбар сообщила, что медсестра пыталась продать ей наркотики прямо в больнице. Я пришла прямо к врачу после приема. Медсестра услышала, что я жалуюсь на боль. Дождалась по году и стала нахваливать свой товар. Лучше любого Викодина, говорила она. Я не думаю, что это похоже вообще на лужную тревогу. Но у меня есть офицеры. Котик. Блять, кот и цубаки я отправил в случае. Ну, не важно. Драка, отчет. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Все в порядке. Профессионал. Горшков. Знал я, что можешь. Цифры говорят, это смена. Они из-за смены. Типа сюда. Расследование началось с кражем. Мистер Кампас. Рафаэль. Рафаэль Кампас. Охранник музея. Даже охранников музея зовут прекрасно. Я делал обход в музей. Кажется, сейчас организации здесь нет. Мэрия уже который год не может выделить на меня деньги. А зона разбитого света не услышал. Музей-то не маленький. Когда в очередной раз я делал обход, уже под утро окно было разбито. А холст вырезан из рамы. Вокруг только кирпич на полу валялся. Камера на парковке. Парковка всю ночь пустовала. Только под утро появился там велосипедист с тубусом на плече. Парень медленно обкатался по парковке. Потом оставил велосипед на парамет. Ушел из зоны видимости. Затем он вернулся в кадр. Уселся на велосипед и уехал. Мистер Вандерхоф. Студент хозяйственной школы. Боже мой. Мистер Вандерхоф. Брэм Вандерхоф. Ему думал лет 70. Я страдаю от бессонницы. Сейчас ты же на велосипеде по городу глубоко ночью. Я взял с собой тубус и другие принадлежности, чтобы не возвращаться домой. У меня с самого утра занятия в артшколе. У музея остановился отлить. Признаюсь, я люблю помечать угол этого здания. Вопрошу, что однажды мои работы будут здесь висеть. Мистер Стивенс. Юб твою мать! На лекциях по творчеству голландских мастеров Брэм Вандерхофа. Преподаватель художественной школы. Вандерхоф всегда резко высказывался по поводу работ Деврума. Он называл легендарного художника переоцененной посредственностью. И очень развеселился, когда неизвестную картину Вандерхофа нашли на городской свалке. Говорил, что там есть самое место. Потом ему стало не до смеха, потому что он знал, что картина Вандерхофа в музее. Когда он узнал, что эта картина Деврума пойдет в музей. Так что не глюсь, если это Брэм вломился в музей и украл картину, чтобы сжечь ее и порезать на мелкие кусочки. Окно музея, стекло было вито практически полностью. Сквозь окномок легко пролезть взрослые мужчины и не порезаться. Большинство осколка стекла лежит снаружи музея на асфальте. Фу! Вот это, блядь, дело. Так. Давайте мы подключим к вам, пока у меня очень много свободных детективов. Давайте мы возьмем Гордина, Тар и Мозер. Ну, у меня ведущий просто лучший, он ночью их деклассифицирует просто, по-моему, в этом расследовании. 13.30. Блин, некоторые мои устали, ребята. Печально. Пауэрс, вот вообще плохо. На барбекю отправим самых уставших. Продажа наркотиков. Молодцы. Действительно, видите, было все-таки. Я думаю, это добыча кокаина. В полицейский участок. Давайте без этого, без самодеятельности. Сделка. Мистер Бойт, я состоятельный человек, которому не безразлична судьба города. Я хочу пожить полицейскую сумму, достаточно для того, чтобы гонять трех дополнительных офицеров. Но при одном условии. Одно из этих мест займет мой приемный сын. Разумеется, вы не можете уволить его ни при каких обстоятельствах. По рукам. Трех офицеров. И можно сделать одного его сына. Нифига себе. А мне он нужен? Просто у меня вроде по офицерам порядок полный. Нет! Зачем? Потом проблемы начнутся с ним. Не хочу. Мне в этом не нравится. Не уволить его ни при каких обстоятельствах. А мало ли он там начнет какую-то дичь мутить там. Я не смогу его уволить. Начнет там наркотики воровать или что-то еще. Это же сынок. Человек. Он явно будет косячный. Кристофер Стэн. Кто-то приставал на улице к сводной сестре или нашей семье. Ее водили позвонил нам с текстофона. Но он слабак и сделать ничего не может. По описанию нападавших похоже на людей в арге. Задержите их долбоебов до прибытия наших парней. Не бейте их слишком сильно. Просто для так, чтобы они не сумели скрыться. Мы приготовили для них сюрприз. Стовол. Не, сама дей. Слишком жирно. Мэтфорд Стовол. Блин, Стовол. Дай бог, чтобы он дожил. А тут у меня по женщинам как. Ну, перди. Это мало. Не 50%, конечно. Но у меня много женщин. Я считаю, что процентов 65 так... Ой. Ну, 65 мужчин, 35 женщин. А тоже отличная... Как это? Это же силовые структуры. Понимаете? Против анатомии не попрешь. Если перди и кач, то вот как Цубаки и Асана. Их же и самих изнасилуют. Ограбление преступники. Позвонил парковщик, который только штырил как девушке, выходящей из другой машины. Подбежал парень, попишу, они угрожали крышок, и армотил у него... Нихуя. Пауэрс. Остин. Выезжайте. Надо Асана потихоньку тоже подкачивать до 200. Не, у меня слишком много офицеров в этой смене. Это было лишнее застрять их работать. Я просто не знал, не ожидал, но и неважно. Много офицеров. Это неплохо, но это лишнее. Ограбление и отчет. Как так? Пауэрс. Ну ты меня разочаровал. Справительное учреждение. Пожилому зэку надоело еда с тремной столовой, он пообщался, пробрался на кухню за точкой побеседовать с поваром. Полицию позанял охранник, который боится заходить на кухню, чтобы не спровенцировать зэка. Янаси, Перди, Асана. Должны справиться. Блин, вы меня вообще не порадовали, Пауэрс. Я только на тебя начал верить, как в человека. Говорю, на сына ты моего похож. Хотя я не тебе это говорил, я говорил это Самаде, но неважно. Да задержим потом. Попозже задержим. И вот толпа детективов работает вместе с ночью во главе с суперсильным детективом и почему-то до сих пор, сука, не могут... Опа. Нападение с применением холодного оружия. На пол кухни разбитые тарелки, перевернутые кастрюли с мутной жижей. Пожилой Жек сидит на табуретке и макает повара лицом в кастрюлю, приговариваясь. Сам ешь это дерьмо. Эй, у нас остался еще теплый бургер. Завлек бургером молодого. Накиньте ему там еще пятнашку за эту выходку. Жесть какая. Ну уж как это у полицейских и нет ни бунчиков, ни бургеров. А можно мне зелененьких? А то прям что-то вообще плохенькое. Та-да-да-да-да-да-да-да. Это не игра, это песня. Интересно, когда закончится замес у варгов? Две недели. О, новые кадры. Прекрасно. Так, что мы имеем? Кирпич. Или он так разбил стекло. Там говорили кирпич. И он пошел с сумкой. Странный, ебать. Но пока я не вижу, как это. Я могу предварительно размножить. Но там был кирпич, так что. Он взял кирпич, он подошел, он взял кирпич. Или вот так, чуть-чуть передвинуть даже можно. Это скорее всего вот так. Вот так и все. То есть парень пришел, там бросил, достал кирпич, разбитое окно, он достает, он уходит и вот. Ну вот так, мне кажется. Слишком мало информации пока. Завтра задерживаем типа, который в баре у себя бухает. Нужно выбирать даже, где его сдержать. Где мой полицейский кофе? Ну а все, на сегодня хватит. Бля, барбекю забыл. Ладно. Нихуя в варгов 3. Вот дела. Упало красиво. Я думал, у них было 2 будет. Так. Этих ребят нужно точно. На барбекю едут у нас, короче. Горшков, Перди и Столл. Пауэр, Секоти, ай, Цубаки. Вы все на барбекю у меня просто сегодня едете. Чекпоинт, смена Б, все работают. Прекрасно, 17-й день. Доходы горожан упали 9% с прошлого года. Ай-яй-яй. Безработица в городе достигла исторического минимума. Ай-яй-яй. А, ну это хорошо. Бывший сотрудник Мария назвал официальные цифры по безработице далекими от реальности. Ну, трудно сказать. Трудно сказать. Северн, Грин, Столл не пришел на работу сегодня, бля, Столл. Я рассчитывал на тебя, ёбаный сукин сын. Ну ладно, у меня есть три с половиной экипажа. Или два обычных, один усиленный. Будем надеяться, что хватит. Столл, блин, ответственный старикашка. Мог бы хоть предупредить, что не придет. Он просто не пришел, бля. Так же нельзя. Это профессионал с высшим БВП. Я уважал его. Наймите женщин-то. Перди, Мурата. Поехали. Наймите женщин. Завтра стекать с рук. Да не буду я. Лучше на бар было поехать. Я считаю, я правильно. Только не в 7 утра. Нарушение общественного порядка. Пожелаю Эмма Уотсон. Уэстон, простите. Извините, пожалуйста. Ну вот так вот получилось. Позвинилась жалоба на своих соседей. Из дома донесли громкие звуки. Напоминающие скрежет металла. Рех турбин. Какие-то гудки. В окно она видела дергающих след. С жалобой из дома достаётся громкие звуки. Напоминающие скрежет металла. Рех турбин. Да играет кто-то в игру, бля. Пожилые. Вот это вот постоянно. Это в этом пригороде постоянно дедам не имется. То овчарку свою, тип там, не узнал. То что-то еще. Да ну. Куда там ехать. Нормально все. Старики, конечно, бдят. Убег с места аварии. Ну и нашли его там в баре. Даже с утра пораньше туда пошел. Молодцы. Выпали всех подозреваемых. Че по награде? Психотерическая лечебница. Захват за лошадников жертвами. Ебать. Больные восстали против своих санитаров во время завтрака. Троих раненых и заперлись вместе с ними столовой. Обещают убить по одному санитару качать. Их с ними выпсят на свозу. Оооо. Горшков, Вандал, Гист. Укрепляем спецназом. Гиста отдайте. Берч-младший, качайся. Автозак туда же. Чтоб запаковали их всех. Кстати, спецназ эффективный. Можно было вообще парочку отправить попробовать. Бля, я... Бабуль, ты не обманывала? Ты представляешь? Ну, никто не пострадал. И слава богу. Я-то это... Я-то думал, там кто-то в видеоигры играет. Первый раз я конкретно так проебал. Но я не знал. В лечебнице там все в порядке, я надеюсь. Вокруг здания столпились репортеры и зеваки. Преступники наблюдают за происходящим из окон третьего этажа. Отправить переговорщика. Психом. Ну и здорово. Горшков добазарился там. Гражданский невредимый. Все. Жалко, что когда прогуливай кто-то, нельзя поговорить или выговор сделать. Или сказать, ну как так-то. Ну вот типа, чё ж ты не пришел? Ты уже старый мужик. Ты мог попросить отгул, я бы тебе его дал. Вот отвечаю, если бы Стовол попросил отгул, я бы сказал, хорошо. Он мог просто попросить отгул. Это обидно как-то, как вот начальник. Он сказал бы, я... Вот реально, на паузу, пожалуй, нажму. Он бы сказал, шеф, ебать-ка, лотить я устал. В две смены пахать. Отпусти меня сегодня отдохнуть. Я бы сказал, конечно, Стовол, иди. Угроза физическому здоровья. Позвонилась подгонная женщина, сообщила, что по улице бегут два парня. А где-то в рыцарские доспехи ручат. Бойтесь наших жалобей. Меняются прохожим, а там как клинками. Пока они ничего не сделали. Но клинки занят как настоящие. Не похоже на что-то, на какую-то правду. Но два экипажа у меня еще есть. Так что... И вроде ехать недалеко. Разберемся. Не люблю я, когда оно заканчивается. Где мое пианино, кстати? Вот оно. Вот оно, мое пианино. Его, пожалуйста, можно послушать? Сегодня, ребят, серия будет не очень, кстати, длинная. Для тех, кто знает моих, наверное, друзей. Терентия, Арсения, Диму. Они сейчас просто все здесь собрались. И я их не видел уже. Ну, Диму-то видел недавно, относительно год назад. Арсения, Терентия вообще никогда. А Терентия видел лет шесть назад. И хочется больше, знаете, погулять. И поэтому немножко не хватает времени. Ну, поймите, лето, я тоже человек. Не обижайтесь. К мистеру Сэндо приехал старый друг сегодня. Они собирались устроить прогулку на лошадях на лестнице загородного клуба. Только что позвонил нам, заикаясь, рассказал, что какие-то панки до смерти избивают лошадей, приготовленных для мистера Сэндо. Горшков. Метешься и разобраться? Мне нужен профессионал. А почему один? Я бы парочку отправил. Как там у нас по рыцарям? Мне уже даже интересно. Угроза физическому здоровью. Приступник пойман, офицеры невредимые, гражданские невредимые. Ну и здорово. Молодцы, ребята. Молодцы. Перди, ты сегодня... А Перди-то у меня. Центровая сейчас с мене бестовала. Самая профессиональная профессионалка. Заместители, а можно мне заказать барбекю для моих уважаемых сотрудников? Перди, Горшкова и... Вандал, езжай! Езжай, конечно. Он хоть и не устал, но будет меня уважать. Пускай едят ребят на барбекю. Выходной свой. Хоть отдохнуть нормально. Ё-моё. Вот это реально дождяка. Гетто, жалоба на шум. Бля, ненавижу Гетто. Клим Юрьев сообщил, что в соседнюю квартиру постоянно ходят позорители с огромными сумками. Шумят, кричат, не дают его трём-с-с-с-поконно делать уроки. Разберясь с ними бандитами, прокричал мистер Юрьев. Бля, похоже на нужную тревогу, но офицеры есть, так что езжайте. Младшего возьмите и автозак за собой. Всё равно он есть. В четыре офицера в Гетто. Нормально. Есть ещё у меня гист и грант на случай. Бытовухи какой-то в городе. Главное, чтобы они успели доехать. Ну, нифига, гроза. Город-то маленький, кстати. Очень маленький город. Я бы, кстати, третьим отправил... Ну, я отправил этого вандала, а я бы третьим как раз... Снувал это, сука, я отправил. Склад, склад в порту, сэнды. Втроём поедите. Горшков, бист, грант. Сейчас Горшков расскажет мне что-то. Ну-ка. Преступник пойман, офицеры невредимые. Автозак справился. Добыча автоматическая. О, это ещё дороже. Впариваем, конечно. Какое оружие? Не было никакого оружия, вы что? И 50 на 50 со своими ребятами. А помните, как я парня отправил охранником подработать в ночном клубе? Он сказал, я, блядь, за день сделал, нахуй их и за месяц. О, новая када, открытый исследование. Это мог сделать ещё и сам охранник, типа, да? Судя по всему. Но кирпич-то был? Или что? А, вот, вот. Ну, это, типа, вряд ли было. Ну-ка, подожди. Я веду, как мы сейчас, или нет. Нет, нет, это охранник музея. Я могу парочку, наверное, даже арестовать. Интересно, да, получается вот так, как? Не хватает одного. Но я не думаю, что это был охранник, к слову. Я думаю, это был вот этот мелкий пиздюк. Ну, посмотрим. В кадрах больше на него пока. К слову, о расследованиях. У меня есть кого подключить сюда? А Глазков после содержания можно было подключить. Забыл. Пускай работают. Это гетто? Нет, это не гетто. Это поехало у меня сэнды. На разборку к сэндам. Час ночи. Ну, если, типа, придёт сюда ещё этот, скажите мне, стовул. Надо ему, блядь, выговор устроить. Вот ещё ему надо. Как там у нас сэнды? Ну, сэнды пока выиграют. Такие чисто панки, реально. И новая школа неформальная против, это, уважаемых гангстеров. Б смена, А смена. Пауэрса, Кэти и Цубаки сегодня отправляем на отдых. Где стовул, блядь? А, стовулась сегодня, потому что он и не пришёл. Вот падла. Чекпоинт. День 18 август, четверг. С первым днём август. Кто-то, бывший член мафии рассказал о коррупции мэрии. Мэр отказался от услуг пресс-секретаря, главный врач больницы Сэн Джона обвинён в клевете. О, споди. Коррупция в мэрии, кстати, бывший член мафии. Вот это нормально там сейчас у мэра припечёт. Не удивлюсь, если он, это, прикажет, позабрать его. Я перебрал с Вибивкой, едва ли не смогу работать сегодня. Можем домой. Тебя только нанялись, сука. Да, но пришёл, чтоб завтра. Ну, псина наебенилась. Ну, тут у меня всё в порядке. Общая смена хороша, господи, как хороша эта смена. Зелёненьких. Без зелёненьких начинать день вообще нельзя ника. Это как-то неправильно. Какой, динамите женщин. Джек, ты блядь с Вибивкой, говорит, да пошёл ты в жопу. Ты сам не сказал бить женщин, а потом ты говоришь, найми мне женщин. Чуть-чуть тебе надо. Пекарня. Джим Баттон. Как мультик, когда был такой про паровозик. Два бомжа... Её, Эмма звали. Два бомжа пробрались ночью в магазин выпечки, съели все запасы и уснули внутрь. Утром хозяин заведения Грио Гри Мартинес вместе с кассиром Анной Лукаса шли внутрь и стали осматривать повреждения. Бездомные вооружённые ножами не обрадовались гостям и напальные. Хозяин лавки успел сбежать, а вот девушка осталась внутри с бомжами, которые тут же начали срывать с неё одежду. Ебать! Енаси, Куб, Цубаки, Мэтфорд, Асана. Да хуя, конечно, но надо разобраться. Не стесняйтесь применять нелетальное оружие, пожалуйста. А если нелетальное, то город станет чище. Вообще отбросы общества обнаглели. Это же просто ужас. Ладно бы они там жили, пили свой спирт и никому не мешали. Ну так, мить там. Накинулись. Кристофер Сэнд. После занятия с нашими мы тайно провезли гостя мистера Сэнда в отель и выставили охрану снаружи. Внезапно из номера послышались крики. Кажется, в ванной течёт вода. Мы уже ломаем дверь, но присутствие полиции не помешало бы. Пауэрс, ездишь туда? Я тебя на барбекю отправлю. Кстати, да. Чтоб я не забыл, мы это сделаем сейчас. Да. Едет Пауэрс, едет Котти, едет Субаки. Чтоб отдохнули там, хорошо? Отчёт изнасилования. Преступник воем, преступник от пизжина. Офицеры невредимы, гражданские невредимы. Молодцы, всем кач, всем кач. Я хочу вот этих вот троих разогнать на 200. Кроме, очень хочу. Наверное, потом если играть ещё где-то, ну, проиграть дней 20, там, наверное, можно до штуки догнать. Кого-нибудь. Кафе Блиц. Дальнобойщики поспорили из-за местной парковки возле запущенной, степились с другом. Повар пытался их разнять, но попал подруга, теперь лежит на земле без движения. Ну, Котти, Самади и Остин. Втроём-то должны разобраться. Под лидерством Самади. Кук, кстати, не пытается отмазаться. Кук ленивый, пиздец, такой ленивый. Успешное задание 4, проваленное задание. Остин как? 1 на 11 идёт, Мэтфорд 6 на 1. И Ассана. Мне кажется, у Ассана беда с этим. Нет, 8 на 1. У меня, кстати, есть стукачок, которому я плачу. А он мне ничего не говорит по сменам. А давайте мы про заместитель. Я могу ещё нанять стукача? А, у меня уже есть, видимо, здесь. Драка, отчёт. Преступник пойман. Офицеры невредимы. Замечательно. Я так рад. Интересно, когда у меня первый офицер ранит, как я к этому отнесусь? Я, наверное, буду очень зал. Очень. Что это нарисовано? Это он типа стукачок у меня, да? Да, он стучит. Точно. Прямо как, блядь, в Соне. На зоне, точнее. В зоне. Пончиковая Донателло. Донателло. Джек, вся моя смена дружно заболела, я не смогла найти подмену. Прошу, выдели мне пару своих ребят, они будут жарить пончики, это несложное. Нет, 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 нет. Никакие пончики. Ты что, блядь, упоролась. Отказ где? Нет. У меня есть люди, но у меня люди, блядь, не здесь не для того, чтобы жарить и бучи пончики. Ну и что, похоже на паворов. Как тебя зовут? Эми Марбарн. Не, 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 не. Фу, 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 какая гадость. Я еще не... Казино Рубинович. Кристофер Сент. Ребята, помогающие нам с поставками оружия, говорят, что к ним в дом во время игры в покер ворвались панки. Наши парни могут за себя постоять, но ситуация кажется патовая. Они там направили друг на друга оружие, ждут, кто первый сломается. Пора посетить, если мы могли бы сменить ситуацию в нашу пользу. Янаси. Ну и стукачка туда, саммаде. Поехал. Расскажешь мне после дела, как Янси себя чувствует. Я, Янаси. 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 Все так и есть. Я уж думал, я ошибся. Кинотеатр Last Pictures. Публичное совершение пристойного действия. Во время сеанса боевика законопослушный Макс-3 работник кинотеатра застал одного из зрителей без штанов. И он все крайне неадекватно, а на замечание сотрудника отреагировал угрозами привязать глотки всему залу. Пауэрс, кук. И Асана? Втроем-то с одним справитесь под руководством Пауэрса великолепного. Не будут пончики, никто не поедет жарить ваши понючие пончики. Все. Я сказал. Все. Музыки нет. Можно мне композицию, пожалуйста? Какую мы сегодня вообще не слушали ни разу? Последнюю мы не слушали. Вот тоже пианино хорошее. Вот это. Я редко ее достаю. Джоан Санкстер. Давай-ка, пожалуйста. Устрой нам. Дай нам рок. Вдарим. Вдарь нам рок. Уже восемнадцатый день. Даже не почукал. К Пеппер Спис всего тридцать один был. Публичное совершение непосредственного действия. Так-то... Ебать. Фицерский кинотеатр немноголюдный. Фильм в самом разгаре. Аккуратно пооттик мужчине. Включи света наставить на правонарушителя оружия. Ну и все. Аккуратно подходить не надо. Офицеры невредимы, гражданские невредимы. Шо это за... толстячок такой миленький. Вандализм пригород. Мужчина, отказавшийся раскрывать все имя, сообщил, что группа подростков в очередной раз написала на его гараже оскребительный двухметровый риф моего имени. Мужчина рассержен грозится в следующий раз применить оружие. Ну, Коти и Мэтфорд, съездите там, посмотрите, че как. Вроде не должно быть что-то слишком сложно. Нет, не нравится Кук. Вообще не нравится Кук. И Бухаря я нанял. Кража, отчет. О, открыть расследование. Это даже интереснее. Это вряд ли был охранник, и правда. А, ну-ка, правой кнопкой нет. Так, ладно. Висит. Челик на магазине подъехал с тубусом. Глянул на это. Достал. Кинул, блядь. Залез, снял. Че-то не то, да? Челик подъехал. А, или наоборот, он уехал просто. Вот так было возможно. То есть, Челик достал, Челик кинул, Челик снял, Челик уехал. Не так тоже, да? М-м-м-м-м-м. Должны научиться у него. Завершить день уже сегодня. Ну, сегодня так сегодня. Сэнд, Варги 4. Ну, прекрасно пока. Сэнды выигрывают с запасом. Главное, чтобы я не замочили. Бухарь, блин, чертов. Ладно, завершить день на сегодня. Вы уехали на пикник там? Я же вам пикник назначил. И эти тоже на пикничке. Сто вал, сука! Нехороший чекпоинт. Робеспьер. Я весьма богат, но глубоко несчастен. Мэр попросил прокуратуру проверить высказывания Робеспьера на экстремизм. Обучение в университете Прибурга станет дешевле. На работу. Я думаю, на работу. Мы сейчас посмотрим, как там у нас смене происходит. И уже потихоньку будем завершаться. Кто у нас сегодня не пришел? Гордин. Друзья, просто мы очень в приюте для животных. Там все-таки рабочих рук. Можно медгул. Нет. Ладно, ребят. Все. Сто вал пришел. И эти ребята замечательно привели на барбекю спонсируемым их любимым шефом там. На отдыхе, скажем так. Я пойду. Доброго всем фпсов. Было замечательно. С вами был снова Яшус. Все пока. Увидимся.